Приветствую вас и, отвечая на вопрос, который вы задаете, я бы хотел сказать следующее, что мало гореть и мало иметь большое желание, мало разбогатеть и мало сделать свое дело. Нужно, чтобы вам самому нравилось то, что вы делаете, то, что вам вот эмбонирует, то, что вы делаете частью своей жизни, то, за что вы вкладываете свою энергию, потому что, ну, вы можете сделать свое дело, вы можете, эээ, там, открыть свой бизнес и развивать свой бизнес, но если у вас нет желания вот это делать, если у вас нет, эээ, какого-то вот, эээ, какой-то симпатии, симпатии к тому, что вы делаете, то, тогда и счастливы вы, эээ, жить не будете никак, потому что, ну, объективно, счастливы те, кто занимаются тем, что им нравится. А далее, далее, результат сам по себе, он зависит от других факторов, от, например, того, насколько у вас есть способности, допустим, к бизнесу, или, там, к чему-то еще, и так далее. То есть, ну, вы понимаете, что у каждого человека, во-первых, есть эти способности к бизнесу, иначе вы все были бизнесменами, вот. Ну, во-вторых, мы понимаем, что, эээ, счастливо жить все время, постоянно нельзя. То есть, счастье, это такое чувство, оно приходит, оно какое-то время, грубо говоря, проводится с нами, с человеком, а потом оно уходит. И чтобы оно появилось в ночь, нужно что-то сделать. А вот так, чтобы, эээ, начать жить счастливо и все время жить, это, к сожалению, невозможно. Вот. Далее, вы говорите. Моя проблема в том, что, с одной стороны, это большая энергия, а с другой, я не живу настоящим, и раз, немного, когда получается что-то в этом направлении, и жутко огорчаюсь, когда не получается. Ну, вы смотрите, во-первых, энергия – это желание, энергия – это симпатия, это наслаждение от процесса, то есть, чтобы была энергия, будем наслаждаться от процесса, того, что вы делаете. Если вы ориентируетесь на результат, то вы будете зависеть от результата, и всегда будете ставить именно его результат на первое место. А в бизнесе, в бизнесе результат важен, но поскольку это не одноразовая какая-то операция, да, а операция довольно постоянная, то важен процесс именно. Вот именно важен процесс того, что вы делаете. А результат, вот он, каким бы ни был, он все равно есть. Это самый результат. Если вам не нравится процесс, если вы не получаете наслаждение от процесса, то бизнесы вам не построят. Это первое. Второе. Вы говорите, рад немного, когда получается что-то. Почему вы рады немного? Это какое-то занижение себя идет. Какое-то обесценивание себя идет. Тут можно говорить о том, что у вас проблема с самооценкой, неуверенность в себе. И с этим вот нужно работать, нужно поведать уверенность в себе. Это когнитивная терапия, это работа с психологом, это корректировка восприятия самого себя. Это проработка своих личностных качеств. Это проработка своих страхов, если они у вас есть. Это акцент внимания на то, насколько вы зависите от общественного мнения, потому что вы говорите, что успешные часто советуют. То есть тут нужно понимать, что советам следовать здорово, но слепое следование советам не дает результат. Поэтому нужно что-то свое привносить. И то, что подходит для одного человека, не подходит для другого. И бизнес строит те, кто совмещают алгоритмы, определенные, общие везде алгоритмы с построением бизнеса, например. И то, что у них самих есть индивидуального, уникального. И возможно, что у вас проблема в том, что вы боитесь свое индивидуальное, свое дело привнести. То есть то, что вы немного радуетесь, когда получаете, что это, как правило, из этой серии принадлежение себя и обесценивание. И это вследствие от того, что вы в себе не уверены и, может быть, даже недостаточно себя любите. И при этом вы говорите, что жутко огорчаетесь, когда не получается что-либо. Вот огорчение жуткое связано с тем, что вы в бизнес вкладываете себя. То есть вы пытаетесь через бизнес как-то вот реализоваться самостоятельно. То есть вы хотите через бизнес что-то доказать. Ну, может быть, самому себе что-то доказать, может быть, другими что-то доказать. Но, тем не менее, пытаетесь вы кому-то что-то доказать. Именно через бизнес. И поэтому вы вот так реагируете. Поэтому вы реагируете вот таким образом, что вы не уверены, как огорчаетесь. Потому что ошибка ваша, она заставляет думать вас, что вы неудачный, что вы плохой, что вы еще какой-то и так далее. А в действительности здесь опять же нужно различать. Вот то, что вы хотите реализовать, это нужно реализовывать, но не через бизнес, а через определенную деятельность. Бизнес в том числе, но не только через бизнес. То есть нельзя, например, свою самооценку, то, как вы себя воспринимаете, то, как вы себя видите, ставить зависимость от бизнеса. Это первое. И второе, нужно понимать, что ошибки – это нормально. И что ошибки – это тоже, по сути, результат, как таковой. Да, это негативный результат, за знаком минус, но результат. И он нужен на самом деле, он вам необходим. Потому что именно негативный результат поможет вам развиваться. То есть ошибки здесь – это развитие. И вам нужно воспринимать это именно так, как развитие. И когда вы будете воспринимать ошибки, как развитие, как возможно для исключения опыта, например, или, скажем, для своего собственного развития, или для корректирования своей деятельности, да, то вы не будете огорчаться по поводу ошибок, потому что именно ошибки помогают вам в итоге видеть и понимать, что вы делаете не так, и куда вам нужно стремиться. Ошибки, грубо говоря, это перспективы для дальнейшего развития вашего. Это обозначение пределов ваших возможностей, а значит и открытие для вас новых возможностей. А если бы у вас не было ошибок, то вы бы не развивались совсем. А без развития, вы же понимаете, наверное, что бизнес невозможен. Поэтому, я думаю, вот так можно ответить вам на вопрос. И, соответственно, надеюсь, те рекомендации, которые вы получили, они помогут вам в дальнейшем построении своего бизнеса и более четкой душевной организации, которая сейчас у вас явно дает сбой. Ну, а если ей понадобится помощь, обращайтесь к любому специалисту на нашем ресурсе. С радостью мы вам поможем. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok